20 минут езды до центра города, 300 метров пешком до Волги. Это будет городская среда нового типа. По площади больше, чем Дербышки и Константиновка. Принципиальное отличие при застройке – максимально сохранить природный ландшафт. 759 гектаров – территория бывшей артиллерийской базы. Ее расформировали еще 7 лет назад и никак не использовали. В прошлом году землю передали Республиканскому фонду поддержки. Результаты данной работы положительно скажутся на решении основной задачи Республиканского фонда поддержки. Это наполнение фонда для удовлетворения требований граждан и организации пострадавших в результате банкротства банков, зарегистрированных на территории Республики Тарстан. На эти земли придут инвесторы. Вырученные от продажи участков деньги направят на выплаты обманутым вкладчикам. Примерная цена – 10 соток, около 4 миллионов рублей. В новом районе будут жить около 20 тысяч человек. Несмотря на то, что здесь раньше хранились боеприпасы, район экологически чистый, заверил председатель фонда. Вот эти слухи по поводу того, что там отравлено почву или что-то, что там что-то, это настолько необоснованно. Это были деревянные склады, где хранились просто снаряды, и в случае их подрыва оболовка была, чтобы ударная волна вверх уходила. Все остальное – тщательно вычищенный лес в идеальном содержании. Это будет своего рода урбанистическая деревня с малоэтажным строительством и со всей социальной инфраструктурой – детскими садами, школами, новыми дорогами. Спрос на жилье в Казани есть, рождаемость только растет. Кировский район – точка роста, она сложная точка роста, потому что большое количество вопросов инженерной инфраструктуры. Мы были заперты по вопросам водоотведения и канализации. Благодаря, опять-таки, решению руководства республики мы на сегодняшний день заканчиваем строительство новой КНС Заречья. Это развязывает нам руки на развитие и строительство этой части города. К работе над проектом приглашают архитекторов со всего мира. Объявлен международный конкурс. Заявки принимаются до 14 августа на официальный сайт. На первом этапе мы просим конкурсантов представить нам релевантное портфолио, в котором есть не менее пяти выполненных проектов, которые отражают их опыт и знания в той области, в которой объявлен конкурс. Оценивать работы будет экспертное жюри. Во главе с Рустамом Менихановым лучшую концепцию развития эко-района выберут 6 ноября. Призовой фонд 12 миллионов рублей. Анна Городнова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова